В течение уже нескольких лет ежегодно юные артисты под руководством своих наставников работают, чтобы представить на суд жюри театрализованные мини-постановки, причем на языках, носителями которых они зачастую не являются. 11 коллективов, в том числе и воспитанники детских садов, показали спектакли на армянском, грузинском, адыгейском и украинском языках. Муха по полю пришла, муха в лошеком наешла, и шла муха на бозам, и пупы восторувать. Русскую сказку, хорошо знакомую, специально для самых маленьких участников перевели на украинский язык. Сам проект называется «Моя малая родина», и нужно было использовать этнические языки. Мы взяли украинский, он ближе к кубанскому языку, ближе к русскому языку, и чтобы деткам было не очень сложно. Сказка получилась музыкальная, веселая, интересная, очень яркая, так как мы готовили и костюмы, и декорации, все старались сделать своими руками. В целом фестиваль постановок на этнических языках дает возможность как зрителям, так и участникам познакомиться с историей и традициями народов многонационального города, коим является Сочи. Знать языки – это здорово, это обогащает, конечно же. Еще и Оган Гёте говорил, сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. Ну, я думаю, что знать культуру своих предков, изучать родной язык, изучать иностранный язык – это для всех принесет огромную пользу. Мастерство юных артистов в различных номинациях и с учетом возрастных критериев оценивало жюри. Победителями, представившими самые яркие постановки, стали коллективы 67-го и 86-го детских садов, а также 44-й и 31-й школ. Рината Шибулина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.